Мама, а кто эти надписи написал? Машуль, а ты знаешь, кто такие обманутые дольщики? Неа. Вот это те люди, которые написали «Верните наши деньги», «Когда достроят наш дом», «Нам нигде жить». Маш, сегодня мы поговорим с тобой про даревое строительство и про безопасные схемы на рынке строительства жилья. И как, каким образом себе купить, например, квартиру и не попасться в лапы к мошенникам. Эта рубрика «Финансовая детская неожиданность», которая выходит по средам два раза в месяц и познавательна для зрителей от мала до велика. Ее ведущие мама Юля и дочка Маша, 7 лет, наглядно разбираются в современных экономических терминах и учатся считать деньги. Рисуют графики и схемы, чтобы повышать грамотность у зрителей вечернего канала «Прима». Данный проект создан при поддержке Министерства финансов Красноярского края. Маша, ты знаешь, что такое счет эскроу? Нет. Никогда с этим не сталкивалась? Никогда. Это определенная схема при строительстве, которая делает безопасным покупку жилья в долевое. Знаешь, как, Маша, люди строят жилье. Как? Например, на этапе, например, котлована или проекта, когда домик только нарисован, его покупать очень выгодно. Когда домик уже построили, квартиры стоят дороже. Сегодня самый распространенный вариант долевого строительства через счет эскроу. В этой схеме покупатель не напрямую платит строительной фирме, а заключает трехсторонний договор. Он – застройщик и банк – посредник и гарант безопасности. Да никакой попала банк, а тот, кто получил благословение Центробанка на создание счета эскроу. Деньги на счете считаются вашими, пока дом не введен в эксплуатацию. Каждый из нас будет строить свой дом. Есть разные люди, которые хотят купить квартиру. На время строительства банк хранит деньги будущих жильцов, замораживает их и одновременно выдает кредит застройщику. Как только дом сдан, люди получают свои квартиры, а застройщик свои деньги и гасит кредит. Оставшиеся средства покупателей составляют его прибыль. Эта услуга для покупателя недвижимости бесплатна, но в данной схеме есть плюсы и минусы. Очень хорошо бы перед тем, как ты хочешь купить долевое, узнать, что это за застройщик. Можно, например, почитать про него отзывы, о которых другие покупатели написали, как он быстро строит. А еще можно посмотреть его предыдущие объекты. Тоже очень хорошо. И понять, как же он строит. Плюсом эскроу является то, что теперь застройщики не тянут резину, а стремятся уложиться со строительством в срок или сдать дом даже раньше. Платить лишние проценты по кредиту им невыгодно. Плюс застройщик не выводит деньги из вашей стройки на возведение других объектов. Риски потерять деньги дольщику сведены к минимуму. В случае банкротства застройщика вы можете сразу забрать свои деньги со счета. Вклад застрахован, можете получить компенсацию до 10 миллионов рублей. Если квартира стоит больше 10 миллионов или вы купили несколько квартир, то в случае ЧП с банком выплатят вам все равно только 10 миллионов страховки и не рубля больше. Если что случится с застройщиком, вам вернут деньги, но без учета инфляции. За пару лет сумма обесценится. Если это еще ипотечные деньги, то проценты по кредиту вы зря платили, получается. Даже если впоследствии вскроются какие-то недоделки по квартире, деньги за нее вам не вернут назад. Если дом сдан и ключики уже у вас на руках. Купить, Маша, квартиру в Долевое безопасно очень просто. Не нужно каких-то сложных движений. Всего лишь нужен паспорт и договор ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре. И тогда, пожалуйста, сама процедура, например, через Сбербанк, она занимает просто сущие минуты через приложение. Можно сформировать этот счет и все быстро провести. Другое дело, что нужно проверять, с кем ты имеешь дело. Что за строительная организация и что за банк, которому ты будешь переводить деньги. Вот это самое главное. Внимание! Мошенники! Если застройщики вас просят перевести деньги за Долевое на счет банка, у которого нет права на эскроу, перед вами обман, очередная пирамида. Перепроверяйте все данные. Это теперь знает даже девочка Маша. Перед тем, как заплатить денежки, она читает все мелким шрифтом. Нет, денежки я не отдам, потому что у вас ничего не застраховано. Денежки уносят и все. Денежки остаются у нее. Маша, мне кажется, ты классно освоила этот урок про счет эскроу. Спасибо огромное тебе. Ты умница. Ну а что ты можешь сказать нашим зрителям для повышения финансовой грамотности? Чтобы повысить свою финансовую грамотность, наводите камеру телефона на этот код и читайте топ полезных материалов. Учиться разумно обращаться с деньгами никогда не поздно. КОНЕЦ Продолжение следует...